РМС-видео представляет Фильм Алексея Вагина Фильм Алексея Вагина Фильм Алексея Вагина Фильм Алексея Вагина Пару слов о парковке Лонгсайд Мы привязываем яхту Четырмя канатами Кольцу Первый канат идет на нос Второй канат Под большим углом идет на самую-самую Корму яхты Обычно Мы завтра на корабле Но зачастую Иногда хочется выпить кофейку Ну, поесть яишенку и так далее. В принципе, для этого все возможности. Наверное, открываются в 8 дней утра. Всегда попьете кофе перед отходом по-другому. Сейчас я вам покажу, как устроена яхта изнутри. Наша яхта... Заходи. Наша яхта довольно-таки маленькая для круизных яхт. Но мы взяли именно такую, потому что она очень хороша для тренировок. Большие яхты есть роскошные. Но, несмотря ни на что, в этой яхте есть все, что необходимо. Сейчас я вам это покажу. Начнем с кухонь. С роскоежки гурманы обделены не будут. Вот здесь вот двойная мойка, горячая и холодная вода, холодильник со всякими вкусностями и газовая плита, которая работает ничуть не хуже любой обычной газовой плиты. Причем даже духовочка есть. Пять-шесть человек здесь размещаются очень комфортно. Здесь обычно завтракают. Святая святых любого корабля. Это штурманский пост, так называемый. Здесь стоит GPS-навигатор, который помогает к роду определять положение в пространстве очень-очень точно. Не так, как GPS-автомобильные. Вот это вот рация, на которой можно связываться на аварийной волне и даем продолжение. Это обычный магнитофон. А это штурманский путь управления. Получаются ходовые огни, всякие насосы и так далее. Всякие интересные штуки. На самой каюте с удобством разместится два человека. У них есть роскошный собственный иллюминатор, откуда свежий весь, свежий морской бриз и солнце заливают всю эту комнатенку. Как видите, салон очень светлый. Я бы даже сказал просто святая святых любого корабля. Санузел. Здесь никто не будет обделен. Потому что здесь есть комфортабельный туалет и отличнейший душ. Здесь все моются. У нас есть еще две кормовые каюты. Две кормовые каюты. Тоже каждый из них на два человека. Посмотрите сами. Здесь вполне с удобством размещаются два человека. Вторая кормовая каюта точно такая же. Но только она чуть более просторная. Ну вот внутренности яхты таковы. Не очень гигантские помещения, но поверьте, есть все, что необходимо. И все это исполнено с высочайшим качеством. Везде натуральное дерево, удобно, красиво. Теперь переходим к следующему этапу нашей программы планирования путешествия. Как я уже говорил про планирование маршрута происходит каждый день. Как правило, в баре. Вот мы как раз сидим в одном из баров в чудном греческом местечке в чудной греческой марине. И передо мной все необходимо для того, чтобы спланировать маршрут. Прежде всего это морские карты. И английских моряков называются чапки. Потом нам пригодится парочка инструментов, которые помогают нам прокладывать курс и определяют расстояние. Соответственно, лотер и дивайдер. Карандаш ручек, ластик. И одна из важнейших книг во время планетного путешествия, постемная, это лотер спайлот. Штука, в которой описаны все порты, подходы к ним и условиям жизни в этих пунктах. Благодаря этой книге мы знаем точно, как можно бросать якорь, где, какие глубины и так далее. Май, бывает и такое, дождик, нет ветра, поэтому идем под мотором, но все равно идем. в данном три прибора. Это вот штука, перед глубиной, сейчас глубина 107 метров. Ярт и осадка, максимальная точка в нашей 2 метра. Бывает 2,5, бывает 1,8. То есть глубина в таком случае не должна быть меньше, чем осадка ярт. Вот эта штука измеряет ветер, его скорость и направление. Когда спирт находится в красной или зеленой зоне, эта зона называется ноу-гоу. Яхта под парусом не пойдет. Можно проходить за ноу-гоу-зоной. А этот прибор называется автопилот. Он показывает наш курс, но когда совсем лениво, можно включить его на автомат, а лодка будет автоматически идти за одним курсом. А вот это самый старый и известный прибор. Это компас настоящий подбитный. Когда ничего не работает, он работает точно. Все очень просто. Ручку вперед, идешь вперед. Ручку назад, идешь назад. Ручку вертикально, это нейтраль. Кататься на яхте или заняться яхтем, вам не придется покупать специального оборудования. Для того, чтобы ходить на яхте активно, нужно всего лишь одна вещь. Это специальные перчатки. В этих перчатках удобно тянуть веревки. Вся парусная яхта опутана веревками. Поэтому, если у вас нет перчаток, вы, скорее всего, сотрете пальцы. Потребуются еще и ботинки, у которых закрыт носик и у которых не чиркающий подошв. Больше практически, но это могут быть совершенно обычные ботинки. Такой же яхте сытый, полезный, и в пусте греческий будет на вечерах. Смотрите, вся их смесь сейчас будет. Все съедет до статистики сальто. Завтра можно в столу на сгилу поправляться и потом в порядок без опыня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok